Кванты электромагнитного излучения. Согласно представлениям классической электродинамики, любое нагретое тело М непрерывно излучает электромагнитные волны. Теряя при этом энергию, оно должно непрерывно охлаждаться, а следовательно, тепловое равновесие между телами невозможно в принципе, что противоречит реально наблюдаемым тепловым процессам. Немецкий физик Макс Планк высказывает предположение о прерывистой структуре излучения. Тело М излучает энергию не непрерывными электромагнитными волнами, а отдельными обрывками волн, квантами. Причем энергия кванта пропорциональна частоте излучения, где H – постоянная планка. Фотоны Альберт Эйнштейн, развивая гипотезу Планка, утверждает, что свет, как один из видов электромагнитного излучения, не только излучается, но и распространяется и поглощается отдельными порциями – квантами. Таким образом, свет можно рассматривать как поток особых частиц – фотонов, обладающих следующими свойствами. Энергия фотона пропорциональна частоте излучения. Фотон – электрически нейтральная частица, то есть ее заряд равен нулю. Скорость фотона равна скорости света в вакууме. Масса покоя фотона равна нулю, то есть он не существует в состоянии покоя. Масса фотона определяется его частотой. Импульс фотона также определен частотой или длиной волны. Корпускулярно-волновой дуализм. В приведенных формулах свойства фотона как частицы – энергия, импульс, масса – выражены через волновые характеристики – частота, длина волны. В этом проявляется двойственная природа света. При малых частотах преобладают волновые свойства света, о чем свидетельствуют явления интерференции и дифракции. При больших частотах свет все более ведет себя как поток частиц – корпускул. Французский физик Луи де Бройль высказал гипотезу, согласно которой корпускулярно-волновой дуализм – это универсальное свойство любых материальных объектов, а не только света. Это значит, что частица массы m, движущаяся со скоростью v, подобно фотону, обладает длиной волны – лямбда b, длина волны де Бройля. Так, для пули эта длина волны имеет порядок, что невозможно обнаружить экспериментально. Однако, для электрона в атоме длина волны, что соизмеримо с размером атома. Фотоэлектрический эффект Явление фотоэффекта обнаружил Генрих Герц в 1887 году. Если осветить светом электрической дуги цинковую пластину, установленную на электрометре, то стрелка прибора быстро принимает вертикальное положение, что свидетельствует об уменьшении заряда вплоть до нуля. Это означает, что под действием ультрафиолетового излучения из цинковой пластины вырываются электроны. Явление вырывания электронов из вещества под действием света называется внешним фотоэлектрическим эффектом. Законы фотоэффекта установлены в 1888 году профессором Московского университета Столетовым. На схеме изображена схема опыта Столетова. Цинковая пластина является катодом К. Перед ней установлена металлическая сетка, играющая роль анода А. Источник ультрафиолетового излучения С освещает катод через сетку. При этом в цепи возникает фототок И, который регистрируется гальванометром. Если же цинковая пластина соединилась с положительным полюсом батареи В, то есть являлась анодом, то ток в цепи отсутствовал. Исследуя зависимость фототока И от напряжения У между катодом и анодом, Столетов установил, что эта зависимость не подчиняется закону Ома. Из графика видно, что фототок сначала растет, а затем перестает увеличиваться. Максимальное значение фототока получило название токонасыщение ИН. Столетов устанавливает фототок насыщения, а следовательно число вырываемых светом фотоэлектронов, прямо пропорционален интенсивности падающего света. Меняя частоту падающего излучения, Столетов обнаруживает, что при некоторой минимальной частоте фототок исчезает. С другой стороны, фототок в цепи возможен даже при отсутствии источника. Это объясняется тем, что электроны, выбитые светом из цинковой пластины, могут иметь скорость, достаточную для того, чтобы достичь сетки, то есть замкнуть цепь. Следовательно, чтобы превратить фототок в нуль, нужно приложить обратное задерживающее напряжение, УЗ. Тогда, согласно закону сохранения энергии, работа сил электрического поля, тормозящего электрон, должна быть равна его кинетической энергии, где Е – заряд электрона, МЕ – масса электрона, В максимальная – максимальная скорость электрона, которая определяется формулой. Опыт показал, что эта скорость зависит только от частоты падающего излучения. Таким образом, Столетов устанавливает следующие закономерности фотоэффекта. Первое. Для каждого вещества существует минимальная частота света, так называемая красная граница фотоэффекта, ниже которой фотоэффект невозможен. Второе. Фототок насыщения прямо пропорционален интенсивности света, падающего на катод. Третье. Максимальная скорость определяется частотой света и никак не зависит от его интенсивности. Четвертое. Фотоэффект практически безинерционен. Фототок возникает одновременно с освещением катода с точностью до одной миллиардной доли секунды. Законами классической физики эти закономерности не объясняются. Теория фотоэффекта. Альберт Эйнштейн в 1905 году показал, что законы фотоэффекта можно легко объяснить, если допустить, что свет поглощается квантами, какими он излучается и распространяется. При этом поглощенный катодом фотон целиком передает свою энергию одному электрону. Итак, фотон падающего на катод излучения несет с собой энергию Hν, которая однозначно определяется частотой. Эта порция энергии может быть полностью поглощена только одним из свободных электронов катода. Ее должно хватить на вырывание электрона из металлокатода, то есть на совершение работы выхода и на сообщение электрону кинетической энергии. Тогда, применяя закон сохранения энергии, можно записать. Это уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Выразим из него максимальную скорость фотоэлектронов. Из полученной формулы видно, что максимальная скорость фотоэлектронов, а следовательно, кинетическая энергия, зависят только от частоты света, ν, и работы выхода, но не зависят от мощности светового потока. Поскольку каждый фотон поглощается только одним электроном, то число вырванных светом электронов, а стало быть и фототок насыщения, пропорциональный числу фотонов, то есть интенсивности света. И, наконец, из уравнения Эйнштейна следует, что энергии фотона h ν должно по меньшей мере хватить на то, чтобы вырвать электрон из катода, откуда порог фотоэффекта, то есть красная граница, определяется минимальной частотой. А поскольку работа выхода различна для разных веществ, то и условие красной границы выполняется при разных частотах. Таким образом, фотоэлектрический эффект это не просто физическое явление, это опытный факт, подтвердивший гипотезу Планка и Эйнштейна о квантовой природе электромагнитного излучения. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok